Это ручеек. Килограммовые окуни почти из лужи. Рыбалка, от которой слюни текут. Видео посмотрели 5,5 миллионов раз. Снял его барнаульский блогер Павел Плотников. На своем канале он рассказывает все о поиске, приманке рыбы. Все, кроме одной темы. Это браконьерство. Это некорректно. Мне кажется, обсуждать, каждый выбирает по себе, чем заниматься. И кого-то обсуждать на видео, я считаю, неправильно. За 4 года Павел разбил свой канал до рекламодателей и сотен тысяч просмотров. Рыбачит, снимает, монтирует сам. И счастлив в свободе, которую дает ему эта деятельность. С каждым годом в России растет число тех, кто относится к этому как к работе. Блогерство реально становится профессией. Потому что, чтобы делать качественный контент, одному человеку это очень тяжело. И у него начинает работать целая команда. Блогеры поменьше справляются сами. По статистике запрещенной соцсети, в России почти миллион человек с числом подписчиков до 5 тысяч. Барнаульцы согласны. Блогинг – это работа. Как-то, может, мотивирует людей чем-то заниматься. Не боитесь, что они портят молодежь, эти блогеры? Безусловно. Люди с харизмой, которые не стесняются себе показать. У нас сейчас процесс дегуманизации на всех уровнях. И вот человеку обыкновенному ему как раз-таки хочется личного контакта. И вот то, чего они дают крупные гостелерадиокорпорации, дают как раз-таки вот эти вот отдельные личности, когда я могу написать ему в комментарии, когда, допустим, я, ну, с большей долей вероятности он мне ответит. Я доверяю блогерам меньше, чем журналистам, если говорить в плане новостей. Поскольку все-таки журналист обязан проверить информацию, позвонить в какое-то ведомство, убедиться, что информация соответствует реальности. А блогер, он может просто высказывать свое личное мнение, которое очень субъективно. СМИ на кого-то работает, блогер на себе испытывает, а СМИ пользуются слухами, чьими-то берут интервью и так далее. Но даже если рассказывать только о своей жизни и хобби, блогерство – тоже непростое испытание. Такое огромное количество людей, особенно в соцсетях, которые так и норовят что-то обсудить, тебе написать не очень приятное. Но, наверное, вот это самый минус, знаете, такая безнаказанность в интернете. И тем не менее, блогинг требует постов или видео, регулярности и постоянного развития. Чтобы быть интересным подписчикам, которые чаще всего отвечают взаимностью – лайками и репостами. Сейчас в России насчитывают миллионы блогеров. Это уже давно хороший бизнес, а не просто баловство, как все еще считают многие. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.